Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 24 апреля, вторник и новый день, хорошее утро! Вместе с вами начинают Ниночка Манчинская и Маша Грай. И вот новость такая, именем известный рэп-исполнитель Кумир Миллионов отметил 10 лет трезвости. Представляете, наверняка кефирчиком отмечал. Ну мы так думаем, по крайней мере. Что отметить нам, друзья, простым смертным? Вот что сегодня отметить? Ну, например, очень серьезный праздник, Международный день солидарности молодежи. Начали отмечать его в 1957 году. Он приурочен к последнему заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Серьезная конференция, наверное. Да, и направлен на то, чтобы обратить внимание государства, властей и вообще общества в целом на проблемы молодежи. На наши проблемы. А проблем там? Ух, как много у молодежи. Да, мы с тобой как молодежь. Прям по-молодежному. Очень много проблем, и хорошо, что есть такой день. Друзья, также сегодня можно отметить такой праздник минеральной воды. Именно в этот день она появилась. Не прямо минеральная, газированная. Простите, пожалуйста. Газированная вода появилась в этот день, причем совершенно внезапно, случайно. Был такой философ, Джозеф Присли, его звали, и он зашел на пивоваренный завод и увидел, что вот вода вместе с углеродом, она образует красивые пузырьки. Попробовал, мало того, что красиво, так еще и вкусно, представляете? И он говорит, вот это удача. И вот с этого момента газированная вода шествует по миру, в каждом магазине можно купить. И многие, кстати, спорят, вот полезная она или вредная. И люди действительно делятся на два типа. На тех, кто пьет только газированную воду, и на тех, кто пьет воду без газа. Вот я одна шучка, вот я буду той бабой-ягой, которая всегда против. Потому что я, например, считаю, что не очень полезно газировку пить. Даже вот диетологи говорят, что нельзя. К сожалению, я считаю так же, поэтому поспорить нам не удастся сегодня с Машей. И мы продолжим обсуждать праздники. Вот из странных событий, например, на сегодняшний день приходится День монгольских генералов. Вот такой. А еще День сосиски в тесте. Почему-то в США он отмечается, вот такие два странных праздника. Я против, что он отмечается только в США, потому что сосиска в тесте, как мне кажется, это традиционное уже русское блюдо. Русско-народное. Есть хоть один человек на земле в России, кто не пробовал сосиску в тесте? Нет таких? Конечно, нет. Блюдо всем известное. Везде тоже можно приобрести, купить. А дома какие получаются? Просто шикарные. Ну да. Ну а вообще, друзья, у нас прекрасная погода. Весна пришла, и каждый день праздник. Каждый выходной можно ездить на природу, но всегда есть одно но. Начался сезон клещей, поэтому, пожалуйста, будьте особенно внимательны. Обязательно после контакта с лесом и с травой проверяйте одежду. Есть классный лайфхак, да. Ребят, берете обычную такую вот штучку, как она называется, липкая, липкая лепта. Ролик для одежды. Ролик для одежды, да. Проводите по своей одежде, по штанишкам, допустим, провели, и все клещи у вас приклеились. Очень удобно. Они маленькие, легко прилипляемые к этой клеще. Кстати, отличный совет. Но если все-таки вас укусил клещ, обязательно обратитесь к врачу, сами его не вытаскивайте, и клеща необходимо проверить. Клеща проверить? Да. На самом деле говорят, что у нас в крае нет зараженных энцефалитом клещей, они обитают где-то за Уралом, но на всякий случай, вы знаете, лучше перестраховаться. Но не будем о грустном. Вот начали говорить об отдыхе, об этом мы продолжим. Да, курортный сбор в этом году, ну, грубо говоря, стартует, будет взиматься с туристов ли, или вот с наших жителей, или вот в каком размере, например, он будет. Об этом нам расскажет Виктор Очаковский. Доброе утро! Впереди лето и пора отпусков. С 1 мая 2018 года на территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Крым, начинает взиматься курортный сбор. Сегодня мы с вами поговорим о том, кто будет являться его плательщиком. Сразу обнадеживаю вас в том, что жители Краснодарского края, находясь на отдыхе у нас в крае, не будут платить курортный сбор вообще. Данный сбор вводится лишь для гостей края, которые приезжают к нам на отдых на территорию курортных зон, например, территорию Большого Сочи, города-курорта Анапа, города-курорта Килин-Дилинджик и иные курорты Краснодарского края. Необходимо отметить, что за каждый день пребывания у нас установлена четкая ставка 50 рублей за день. Освобождаться от уплаты данной суммы будут инвалиды 1-2 группы, ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, которые прибыли для участия в спортивных мероприятиях, например, на территории горно-климатического курорта Сочи. Если житель Краснодарского края будет пребывать на территории Ставропольского края, то там, к сожалению, придется уплачивать соответствующий курортный сбор по ставкам, которые установлены законодателями Ставропольского края и, соответственно, например, Республики Крым в том числе. Подводя итог, смело могу вас заверить в том, что во всем цивилизованном мире взимание курортного сбора – это стандартная практика. В целом, ряде европейских государств в Соединенных Штатах уже действует курортный сбор не один год. Например, в Италии размер курортного сбора будет зависеть от того, в каком классе гостиницы вы остановились – 3, 2 звезды, 4, 5. Чем больше звезд, тем выше размер курортного сбора. В других странах размер сбора зависит от того, каким классом авиакомпании вы прилетели. Эконом-класс размер сбора будет один, если бизнес-класс, размер сбора будет увеличен. Но в иных странах подход к взиманию курортного сбора отталкивается от того, насколько близко к центру находится ваш отель. Чем ближе, соответственно, размер курортного сбора больше. Друзья, пара отпусков не за горами. Приезжайте в отпуск в Краснодарский крае. Хорошего вам дня. До свидания. Виктор, и вам хорошего дня. Спасибо вам большое. Вообще, действительно, да, очень много в каких странах взимается курортный налог. В Нью-Йорке, например, вся Европа, Ибица, например. Да, курорты международные, для них это нормальная практика. Ну и тем более, друзья, нам-то с вами, жителям края прекрасно оплатить ничего не нужно. Да, у нас гость на пороге совсем скоро. В нашей светлой студии появится еще более светлый человек, умница, красавица. Человек, который вот при одном взгляде на женщину может определить, какого она типа. Кто же к нам придет, узнаем совсем скоро, друзья. Сегодня в студии «Хорошего утра» психолог, писатель, телерадиоведущая, ну и просто прекрасная женщина Лариса Ренар. Ее советы уже помогли тысячам женщин стать счастливыми, в том числе звездам шоу-бизнеса. Поэтому присаживайтесь поудобнее и слушайте очень внимательно. Встречайте, Лариса Ренар. Ну вот, как и обещали, в нашей студии стало еще светлее, еще радостнее, потому что замечательный человек пришел к нам в гости. Лариса Ренар, психолог, кандидат психологических наук, автор книг по психологии «Доброе утро». Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть. Доброе утро. Мы тоже очень рады вас видеть. Лариса, вот первый вопрос. Когда ваше имя вбиваешь в поисковик в интернете, то тут же выскакивает какая-то информация про женские тренинги. Что за тренинги такие? Ну, это на самом деле действительно очень прекрасная программа, которая существует уже 18 лет. Мне самой иногда страшно. Книги вышли, правда, 10 лет назад «Круг женской силы». И это про то, как нам быть женщинами в женском состоянии. Потому что это тот ресурс, который нам дан при рождении. И глупо им не пользоваться. И это на самом деле творческая энергия. И знаете, меня очень вдохновляют сейчас слова, что женское лидерство – это стратегический императив нового времени. Потому что только женщина... Да, да. Это сказал один из экономистов. И я с ним согласна, потому что именно женщина в женской энергии может этот мир трансформировать, изменить очень мягко сторону красоты, процветания, раскрытия талантов. Ой, знаете, совершенно с вами согласна. Правда, совершенно. Собрались. Ну вот, расскажите, мы знаем, что вы, может быть, я некорректно сформулирую сейчас, умеете разделять женщин на определенные группы. Всего их четыре. На четыре вида. Есть ли под виды какие-то, может быть? Есть сочетания. Да, у каждой женщины это не только... Это придумала не я, это еще древние греки говорили о четырех стихиях, о четырех состояниях. И великий психолог Карл Юнг продолжил их традицию, говоря о архетипических проявлениях. Я просто метафорически назвала эти проявления женщины любовница, хозяйка, королева и девочка в соответствии с нашими проявлениями уровнем ментальным, эмоциональным, материальным и творческим, сексуальным. Опять же, как мы про это объясним? И, конечно, у каждой есть все, но у кого-то что-то преобладает в силу воспитания, в силу какого-то опыта. А меняться может по ходу жизни это все? Мы можем, да, развиваться, потому что наша задача быть целостной, гармоничной и эти состояния нарабатывать. И каждое состояние нам дает определенные преимущества и определенные возможности. Ну, та же, например, королева, это про умение ставить цели, про понимание твоего предназначения. Вот как раз вчера я проводила мастер-класс в Краснодаре, код уникальности, про то, чтобы понять, а кто мы, ради чего мы пришли в этот мир, найти нашу миссию. Состояние девочек это про эмоции, это про любовь, это про веру в других. И в современной женщине, для современной женщины это больше про умение создать команду, умение общения с коллегами. То есть это тоже такие очень практические вещи, не оторванные от реальности. Хозяйка это про результаты, умение получать результаты, про умение общаться и обращаться с деньгами. То есть тоже такие очень про умение создать дом, родить детей. С одной стороны, и создать свой бизнес это тоже состояние хозяйки. Конечно, у нас сейчас очень многие женщины создают свое личное дело, начинают обеспечивать себя. В моем окружении, да, очень много хозяек, наверное. Но если они это делают по-творчески, если они делают это в удовольствии, тогда это создание любовницы, потому что это состояние как раз про вот это умение получать от того, я так вот вижу, что вы как раз получаете удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Это про страсть, про младенную группу. Да, я думаю, что вы как раз творческие люди, это сочетание любовницы и девочки. Это творчество и эмоции. Ой, здорово. Ну вот мы знаем, что вы приехали в Краснодар, естественно, не просто так. Здесь проводились тренинги, причем не только для взрослых, но и для детей. Да, у нас, я сейчас запустила новую программу про развитие талантов. Это как раз для подростков понять, в чем их талант и как этот талант превратить в проект. И это про то, что сейчас как раз идет такое, знаете, мы живем в уникальное время, когда мы уходим от индустриального общества в постиндустриальное. Когда мы уходим от масс-маркета в эпоху уникальности, в эпоху проектов, талантов. И подростки, они будут жить уже в новой реальности, они за свою жизнь сменят 7-10 профессий. И сейчас важно даже не понять, куда пойти учиться, хотя это тоже важно, а понять, какие качества тебе необходимы для того, чтобы создать проект, придумать проект. То есть нужно знать, что развивать, правильно? Целеустремленность, креативность, в какую сферу идти. А вот, допустим, очень многие родители берут своего ребенка и просто во все кружки, во все возможные секции, там бегом малышу вздохнуть некогда. Сейчас очень надо, да, и спортом заниматься, и английский учить. Абсолютно правильно, потому что, конечно, я считаю, что... А многие говорят, что вот, там детей перегружают, где же детство? Детство и есть, вот это проживание, опыт, взаимодействие, познание всего. И вот это любимое стихотворение, драм-кружок-кружок по фото, нам еще и петь охота, он на самом деле очень правильный. И когда дети, когда в Краснодаре защищали проекты, вот, знаете, смотришь на этого мальчика, которому там 17 лет, он говорит, я буду вести, там, Данила, да, он говорит, я буду вести мастер-классы по здоровому питанию, я буду учить всех, как делать вкусную и здоровую еду. Он к этому пришел во время тренинга? Да, он к этому пришел во время тренинга, другой мальчик, он там, Иван, придумал 3D-студию, открыть девочка, квест, чтобы понять, что ты хочешь быть медиком. То есть проекты, это действительно очень реальные... А сколько лет? Ну, у нас программа, она рассчитана от 13 до 18, но есть уже и 10-летние, которым интересно создать проекты, есть и... Слушайте, ну вундеркинды на самом деле, ну мне так кажется. Слушайте, такие... Правда? Мне казалось, что в 10 лет мы играли в песочницах. Это мы играли. Они все равно другие, да? Они другие, и вот это про то, что они уже по-другому мыслят, по-другому себя ощущают, и они про созидание, они про потребление. Это самое важное, что эта программа создать как раз детям, дать возможность понять, что ты уже сегодня можешь делать проект, ты уже сегодня можешь получить уверенность. И опять же, что важно, что дети современные, они знают больше, чем мы. Но им также необходима поддержка взрослых, вера взрослых. Вот это такое бережное видение, что у тебя все получится. А если брать взрослых? Вот во взрослых людях можно развить, допустим, какой-то талант? Можно ли перенаправить себя в другую отрасль? Например, я всю жизнь работаю врачом и мечтаю стать певицей. Но нет никаких для этого абсолютно ничего, ни таланта у меня якобы нет, ни... Возможности, может быть, каких-то, это очень важно в наше время, возможности. Это миф, то, что нужны возможности, и нужен талант, да, нужен. Но самое главное для человека прожить опыт и создать свой проект. Потому что никто, может быть, меня не возьмут там на Евровидение, но самой записать диск для любимого мужчины вполне возможно. Это вот про смелость реализовать свои мечты. То есть нужно делать шаги и не обязательно сразу замаживаться на что-то глобальное. И то, я на самом деле радуюсь, в какое время мы живем, что сейчас нет возрастных ограничений. Ты хочешь создать там линию одежды, тебе 80? Ради бога, начинай, да? И есть истории, когда там 70 становились диджеями, одна такая известная немка. Да, в нашем мире существует такое количество таких историй. Слушайте, да, уже давно хочется спросить, что же вы тут принесли нам? Да, это моя такая действительно классическая книга, я бы сказала. Однажды ко мне девушка на завтраке кидается на шею и говорит, Лариса, я выросла на ваших книгах. У меня такой, боже, я думаю, я еще... Да, ну, с одной стороны приятно, а с другой стороны думаю, боже, книга вышла всего 10 лет назад. Она уже вырастет, успела. Она уже вырастет, успела. Но она на самом деле выросла на моей книге, потому что ей мама подарила мою книгу в 14 лет. Это ей сейчас в 24, и я в какой-то момент понимаю, что да, я уже правда стала некой классикой, когда целое поколение юных девушек выросло на моей книге и стало по-другому относиться к жизни, к себе, к мужчинам, к детям. Дорогие девочки. Это мы можем себе оставить? Да, это вам, я подпишу вам. Спасибо, спасибо большое. Любите себя, относитесь к себе, как к настоящей королеве, тогда у вас все-все получится. Друзья, Лариса Ринар была в студии «Хорошего утра», и это и другие интервью. Вы легко можете посмотреть и пересмотреть на сайте нашего телеканала kuban24.tv. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро вернемся в студию «Хорошего утра» и здесь узнаем о деловой белке и о том, почему же на Руси женщинам запрещали готовить. Доброе утро, друзья! Нина Манчинская, Маша Грай, хорошее утро, что может быть лучше? Президент Франции презентовал Трампу дупа, а тот в ответ не остался в стороне, подарил обивку стула из Белого дома. Вот такая ситуация. А у нас в утре мы дарим только счастье, радость и позитив. И вот настоящий подарок, кстати, прилетел к нам из Лобинска. Маша, вставай и показывай. Да, я побежала показывать. Друзья, это такой замечательный, такой замечательный подарок. Мы вот пересмотрели раз сто. Вот советую вам посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы нарушили правила дорожного движения. Вы переехали на велосипеде, где люди должны переходить дорогу пешком. Согласен с вами. Юрия Дубровскому! Мы за безопасность дорожного движения! А это молодцы юные инспекторы дорожного движения из Лобинска прислали нам такое замечательное видео. Теперь мы точно знаем, что нельзя ездить на велосипеде по пешеходной части. Друзья, спасибо вам большое. Вы тоже не стесняйтесь, присылайте нам свои видео или будильники в нашу группу «Хорошее утро». Вконтакте она находится на WhatsApp, на наш номер, который вы уже наверняка помните, наизусть не буду его повторять. Или на нашу почту, которая тоже появилась на экране. Да, мы очень ждем ваши будильники и хотим напомнить, что мы в «Хорошем утре» просто обожаем веселиться. И, конечно, больше чем веселиться, мы любим только домашних животных. Поэтому решили запустить очень классную, хорошую, веселую акцию. Друзья, присылайте нам фотографии своих домашних животных. Главное, чтобы эти фотографии были очень смешными. 28 апреля подведем итоги, выберем самую позитивную и подарим подарок. Естественно, вам точно понравится. Ну, у всех же практически есть домашние животные, у многих пока не есть. У нас есть, у нас есть, да, и мы уже начали, мы уже стартанули, скажем так. Давайте посмотрим на наших домашних животных. Так, где домашние животные? А вот появится, да, опять, это чей, это чей? И кто это? Это мой кот, зовут его Оскар. Давайте дальше. Итак, это... Та-дам! Это Ваня. Это моя собака Ваня. Ну, да, его многие, кстати, уже знают. Следующий ребус у нас. А это кто? Это кто? Ну, понятно же. Ну, все же поняли. Ну, похоже. Ну, вообще, просто одно лицо. Ну, кто это? Ну, скажи, каждое утро у нас такое лицо практически не встречает. Ну, конечно же, это наша Светлана Владимировна. Равнолюбимая. Ну, посмотрите. Ну, вот. Свети да кошка. Светлана Владимировна, привет. Похоже же. Доброе утро, мои дорогие, любимые, самые-пресамые-пресамые красивые зрители. Хорошего утра. Не только животные похожи на своих хозяев, но и ваши письма на своих отправителей. Ведь каждое письмо, каждый звонок и каждое ваше сообщение отражают всю вашу внутреннюю красоту и даже читаются по-разному. Представляете? Вообще, я вас всех люблю и рада, что вы с нами. Давайте узнаем, кто сегодня с кем поздравляет кого, что. В общем, друзья. Начнем с именинников, которые отмечали свои дни рождения на днях. И поздравление летит в хутор Трудобеликовский Красноармейского района. Кудинову Татьяну Павловну с прошедшим спешит поздравить Наталью Викторовну из Краснодара и дарит стихотворение, которое, между прочим, специально написано по этому случаю. Сегодня праздник у Татьяны, сегодня день рождения твой. Желаю счастья, океаны, любви, конечно, неземной. Недавно мы с тобой знакомы, но словно знались много лет. С тобой рядом словно дома, ведь ты хороший человек. Веселая и озорная и любишь очень танцевать. Задача по плечу любая. Гостей умеешь ты встречать. Поздравить я хочу сердечно и пожелать спешу сейчас. Чтоб счастье было бесконечно. Огонь в душе, чтоб не погас. И каждый миг, чтоб стал прекрасен, как аромат атласных роз. Согрет улыбками и счастьем, а что в мечтах легко сбылось. Ну, отличное стихотворение, спасибо большое. Татьяна Павловна. Пусть жизнь подарит много сил и крепкого здоровья. Неувидающей женской красоты и обаяния, нежности и радости, добра и светлых надежд. Желаю оставаться неповторимой женщиной и замечательным человеком. Далее. Друзья, ну а теперь пришло время имененников сегодняшних. Вы знаете, что сегодня наша Юлечка смелая, наша ведущая стала еще красивее и мудрее. И все хорошее утро поздравляет тебя, наша радость. Давай смотреть. Юлечка, дорогая, мы подготовили для тебя твою любимую песню. Fashion year, огонь и красивая, твои глаза магнит. Мы не знаем твою любимую песню. Да, но зато мы приготовили тебе прекрасный подарок. Сыр от кубанского производителя. Вот такой. Сыр от fashion. И кефир. Да, ну и конечно мы и скинулись еще. Поэтому приходи скорее, мы тебя ждем. Очень любим. Всем праздник. Всем праздник. И Юля, пусть твоя жизнь будет, как наша песня, такая разная, как и ты у нас. Спасибо, ребята, потому что ваши поздравления будут такими разными, как вы. Юлечка, от тебя хочу сказать, что ты очень талантливая, красивая, ответственная и целеустремленная. Умная и смелая. Хочу, чтобы ты была всегда счастлива. Мира тебе, добра, достатка. Всех земных и неземных тебе благ. Ты вообще прекрасна. Я рада, что ты с нами. Здоровья тебе и твоим близким. Далее, еще один прекрасный повод, и это уже праздник, уже в нашей семье случился. Сегодня 25 лет со дня свадьбы отмечает мой двоюродный брат Ткаченко Андрей и его жена Машенька из села Первореченского Динского района. Наша семья, во-первых, передает вам большой привет и слова поздравления, которые моя сестра Лена сама зарифмовала. Давайте читать. Казалось, только свадьба отгремела, и громко гости горько все кричали. И вот уж четверть века пролетела, и дни вокруг, как бабочки мелькали. И праздник этот, говорят в народе, серебряную свадьбой называют. Но как вы этот день не назовете, пусть годы эти счастьем увенчают. Не даром серебро в названии этом, ведь драгоценно все, что с вами было. А главные бриллианты – ваши дети. Фортуна вас, конечно, не забыла. Желаю я Андрею и Марии еще сто лет прожить в любви прекрасной, и чтоб раздоров бурные стихии и все преграды были им подвластны. Вот так, мои дорогие, с праздником. Желаю вам дожить в мире и согласии долго-долго. И отметить золотую свадьбу, а потом еще и бриллиантовую. Обнимаем. Но, друзья, сейчас в нашем эфире появится наш собственный кубанский бриллиант. Алмаз моего сознания. Человек, благодаря которому наше утро начинается с улыбки. Это наш постоянный телезритель из хутора Красной Горы Вань Калашин. И вот сегодня он нам дарит свой видеопривет. Давайте наслаждаться. Студия фокуса Ивана представляет. Что же вы, девчата, сердце мне разбили, и меня в поэта Ваньку превратили. Эм, днями и ночами я теперь пою, выбрать дорогую только не могу. Как станок печатный, я теперь пишу, рифмы подбираю и кричу, кричу. Что же вы, девчата, озеро сотворили, и меня в поэта Ваньку превратили. Они меня узнают, а быть может нет. Благо для концертов есть вот интернет. В интернете вечно я теперь пою, выбрать дорогую только не могу. Иван, ну спасибо, ну прекрасно, ну всегда замечательно, музыкально и очень красиво. Пишите еще, друзья. И вы продолжаете поздравлять своих родных и близких. Передавайте привет и присылайте видео, аудио, поздравления. Все покажем. Всех поздравим, всем хорошего дня. Люблю вас очень-очень и обнимаю крепко-крепко. Спасибо, спасибо, Светлана Владимировна. Когда день начинается со Светланой Владимировной, то, конечно же, и вся неделя будет просто потрясающей. Это закон хорошего утра. Ну а вообще, чтобы утро было бодрым, нужно его начинать, конечно же, с зарядки. С этим особенно повезло владельцам собак. Им как ни крути, хочешь не хочешь, приходится каждое утро хотя бы на 5 минут выходить. Ну, потому что у собак там свои дела есть. Поэтому у меня нет собаки, и у меня никогда нет этих 5 минут. Нин, когда ты успеваешь, когда ты встаешь? Это 5 минут. А ведь есть такие породы, например, охотничьи или служебные, которые необходимо выгуливать по часу, а то и по 2. Но находятся и очень умные хозяева, которые не собираются напрягать себя, а выгуливают собак, ну вот, например, таким способом. Приходишь в торговый центр, это, кстати, дело в Китае обстоит. Ребят, мой вариант. Если я заведу собаку, именно так с ней буду гулять. Это идеально, мне кажется. Ну, на самом деле, это такая самодельная беговая дорожка для собаки, очень, кстати, прикольно, как мне кажется. А есть специальные, на самом деле, вот служебные собаки, например, для того, чтобы гулять им нужно много, часто, и для того, чтобы себя не утруждать. Собственно, вот, и пошел, и пошел, и час, и два, и сколько нужно, и все мышцы себе подкачал. А хозяин может в это время пока что правильно приготовить хороший, вкусный завтрак, потому что это, конечно же, тоже залог замечательного утра, и мы, как обычно, отправляемся. Зарядку. Нина, давай хоть немножко разомнемся, что ж мы сидим на нашем диване постоянно. Не знаю, считается ли проходка вот этой разминкой, но, да, все, не сидим на диване. Друзья, в общем, сегодня будем готовить что-то интересное. Посмотрите, у нас хлебцы, зелень, тарелка. Вы даже не сможете догадаться никогда, что сейчас будет. Достая мякоть, тонкие голубые прожилки, яркий, интригующий вкус и изысканный аромат. Сыр Кубанский Блюз. Наслаждение в каждом кусочке. Будем готовить из кубанских вкусных продуктов. А что мы назвали этот завтрак как? Как? Как, Нина? Как, как, Нина? Брускеты для владельцев самых лучших домашних животных. Вот так мы назвали. Ну что, классные назвали. У нас, да, у нас сегодня весь эфир практически. Почему бы и нет? Так, Нина, что делать с этими брускетами? Так, смотрите, у нас есть хлебцы, есть зелень, есть сметанка и есть, конечно же, вкуснейший сыр с белой плесенью. Все эти ингредиенты мы будем использовать следующим образом. Мы сделаем соус из сыра с белой плесенью с использованием сметанки и зелени. Все это смешаем, сыр нужно будет потереть. Давай, Маша, ты этим займешься тогда. Давай, я буду тереть. Так, и распаковывай сама. Все это смешаем и потом сложим на хлебце. И получатся такие брускеты, легкие бутерброды, но они как бы легкие, но при этом достаточно сытные. Кстати, вот то, что... Брускеты, эти ваши вот зарубежные названия. Да, бутерброды просто, ладно. Конечно. Так, я тогда, не знаю, теперь... Чем же, значит, порежу зелень. Я порежу зелень. Мы немного укропа оставим для того, чтобы украсить наши бутерброды. Да. Да, а кое-что добавим в соус. Кстати, если использовать вместо сыра с белой плесенью сыр Дор Блю, просто с плесенью, с зеленой... Это такой, да, с синим плесенью? Да, да. Получится соус Блю Чиз. Его используют и к мясу можно, и также на брускеты нанести. В общем, очень много вариаций различных. Друзья, ну а кстати, вот очень интересная такая тема приготовления пищи. Сложилось мнение давным-давно, что на кухне должна быть главная женщина. Ну, на самом деле, это не так. И придумали это мужчины, которые внезапно поумнели, такие современные, видимо. Вообще, ты знаешь, Нин, вот на Руси, например, женщину не подпускали готовки в определенное время. Вот, например, вышла замуж девчина. Так вот, ребята, она два дня должна горюниться, понимаете? Горюниться и скучать по родному дому. И ни в коем случае к плите не подходить. В таком состоянии, а куда? Да, или вот голова. Голова у тебя болит. Ты говоришь, болит голова. Тебе муж говорит, ну нельзя тебе готовить, значит. Испортишь. Вот так вот, испортишь, да. И раньше вообще считалось, что готовить пищу может только здоровая и, самое главное, красивая. Сметаной побольше. Красивая женщина. Да, так, у нас все в процессе сметаны. Мне кажется, ты... Так, давай, еще. А у нас тут была сметана, смотри. Ну так же интереснее, правильно? Из пакета. Из пакета. Так, можно я тебе подсыплю укропа? Конечно. И так, все это чудо. Ой, запах у нас в студии потрясающий царит. Мы все это перемешиваем. И будем сейчас складывать на хлебцы. Конечно, если вы любите обычный хлеб, если вы не на диете и, ну, просто беспардонный человек, который может тебе позволить есть хлеб с таким соусом. Слушай, подожди. На самом деле, вот эти вот штучки, они очень некалорийные. Если вы, допустим, на диете, ребят, сидите, запросто берете... Так, а я же про хлеб говорю. ...едите. Ну, а я думала, ты имеешь в виду вот эти вот великолепные кругляшочки. Ну, так как сегодня на кухне мы с тобой вдвоем, у нас завтрак будет не очень калорийный. Итак, смотрите, складываем. Завтрак у нас занял сколько? Ну, минуты три, наверное. Очень быстро. Просто нужно заранее купить сыр, сметанку и зелень. Посмотрите, держи, Маша. Это тебе. Спасибо. Это мне. Сейчас вот так вот украсим тебе. Давай. Себе можно не украшать. В общем, друзья, посмотрите, вот такой замечательный завтрак. Быстрый, легкий у нас получился. Мы желаем вам приятного аппетита. Ни в коем случае не переключайтесь. Дальше у нас еще много всего интересного. Увидимся. Где музыка души и сырных дел искусства сливаются в чарующий союз. Рождается из нежности и вкуса неповторимый сыр Кубанский Блез. Упругая маслянистая мякоть, тонкие голубые прожилки, яркий интригующий вкус и изысканный аромат. Сыр Кубанский Блез. Наслаждение в каждом кусочке. Доброе утро. Это хорошее утро. Нина Манчинская, Маша, играя в эфире. Друзья, в Великобритании разгорелся настоящий скандал. Скандалище. Значит, великобританские леди возмущены мужчинами в шлепанцах. Вот я даже процитирую. Они пишут, прекратите это безумие. Потеплело в Великобритании все. Видишь ли, волосатые ноги их в шлепанцах возмущают. Что хочется сказать. Дорогие великобританские мужчины, приезжайте к нам на Черноморское побережье. Здесь можете и в шлепанцах ходить, погрейтесь. И нервы никто трепать не будет. Правда, у нас пару дней ветрено было. Это точно. Но это тоже плюс иногда. Да, вот, например, в Китае провели совершенно чудесный фестиваль воздушных змей. Предлагаю на это сразу начать смотреть. Вот на экране уже появилось. Посмотрите, какая красота. Огромный. Да, около 500 змеев взмыли в небо. И чего там только не было. И вот даже вот такие велосипеды. Красивые какие-то непонятные штуки. Они двигаются и летают. Больше 100 лет проводят этот фестиваль. В общем, зрелище необыкновенное. Даже какие-то чудовища в небо взмывают. Очень красиво. И, конечно, огромное количество туристов сейчас приезжают в Китай. Потому что до 10 мая все это зрелище можно будет увидеть. Слушай, вот бы у нас такой фестиваль провести. Я бы поехала, даже бы не думала. Даже бы с работы бы отпросилась. Ну, честно, я жду. Посмотри, как красиво. Как можно. Подожди, а кто-то знаешь. Ну, в смысле, у нас ветер бывает сильнейший. Может, пару дней назад... Ну, вот сейчас и спросим. Паш, будет или не будет? Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Ну, ветер действительно был сильный. И он будет, но уже послабее. Все-таки у нас погода меняет свой характер на антициклональный. Мы же с вами прекрасно понимаем, о чем я говорю. Но если мы проведем такой фестиваль воздухоплавания, надо местных жителей предупредить, потому что они будут звонить, говорят, НЛО. Это страшно. Конечно, согласна. Если без предупредить... Ну, у них уже сто лет почти. Это все в небе понимается. Китай, по-моему, родина. Да, да. Слушайте, давайте я вам о погоде расскажу на завтра и на ближайшие дни. Давай. Вам и всем нашим зрителям. Друзья, ну, вы прекрасно помните, что вчера через территорию Кубани прошел холодный атмосферный фронт, и принес он с собой осадки, принес он с собой ливни, грозы. И сегодня мы с вами будем все-таки в каких-то районах наблюдать остаточные явления от этого холодного фронта, но прольет, есть такая вероятность, но прольет, знаете, кратковременно и в основном по юго-западу, в горах, предгорьях, какие-то небольшие осадки все-таки возможны. Но на большинстве, в большинстве районов нашего края осадков не ожидается. Облаков станет меньше, будет тепло, и вот температурный фон относительно вчерашнего дня все-таки будет у нас повыше. Давайте посмотрим, как отразилась эта ситуация на температурах в регионе. Прохладнее на севере, в Еевске, Каневской плюс 16-18. На востоке чуть теплее. Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Майкоп, Белореченск здесь 18-20. В Абширонске тоже 18-20 тепла. На западе похожая ситуация. На градус теплее 19-21. Темрюк, Славинск-на-Кубани, Тамань. На побережье прохладнее всего. В Новороссийске и Анапе плюс 16, плюс 18, в Геленджике уже 19, в Туапсе 20, и в Сочи тоже 18-20 тепла. В центре в Горячем Ключе тоже около 20 тепла. И давайте посмотрим, какая температура ждет жителей столицы. Кубани утром в Краснодаре плюс 8-10. Днем ожидается, что прогреется у нас до 20 тепла. И вечером плюс 12-14. Осадки тоже у нас маловероятные. Облачно с прояснениями, переменная облачность. Мы все-таки надеемся, что солнца будет больше, чем облаков. И ветер 5-10 метров в секунду. Юго-Западный, давление в пределах нормы. Вот такая довольно-таки приятная, комфортная ситуация. Очень радует нас погода сегодня. А сейчас, Паша, зрители увидят, почему же ты начал заикаться и улыбаться. Радуют гости ваши на диване. Доброе утро. Доброе утро, девочки. Друзья, у нас в гостях представители конкурса «Миссис Великая Русь». Три участницы. Анаида Андекян, Татьяна Кушнеренко, Елена Игнатьева, а также Елена Урезку, генеральный директор всероссийского конкурса «Красоты и талантов Миссис Великая Русь», а также Ольга Чучелова, коммерческий директор всероссийского конкурса «Красоты и талантов Миссис Великая Русь». Доброе утро, девочки, красивые. Ну, расскажите о конкурсе. У всех на слуху «Мисс Мира», «Мисс Россия», «Миссис Россия», а вот «Миссис Великая Русь». Мама дорогая, что же за конкурс? Чем он отличается от обычных стандартов? Наш конкурс непростой. Он приехал к нам из города Санкт-Петербург. В том году я приняла в нем участие. И Ксения Чурсина, наш директор этого конкурса, предложила организовать этот конкурс здесь, в Краснодаре, провести его для нас. Ага, так чем отличается, тем не менее, от обычных? Он непростой. Он приходит также в 11 городах нашей большой России. И в нашем конкурсе 5 этапов, где девчонки, участницы соревнуются друг с другом. Хорошо. Какие соревнования проходят? А можно я, да? Конечно. Важную стафету. Вот, у нас, девочки, проходят 5 этапов. Первый этап, они показывают на торжественном открытии свою визитную карточку, где рассказывают о себе, они готовят видеоролики. Получается, рассказывают о своей семье, о своих достоинствах. Где взять время, чтобы рассказать так красиво о своей семье? И видеоролик приготовить, и рассказ. А как же дети, муж и быт? Пока там посуду помоешь, пока приберешь. А если работаешь где-то, так вообще. Я думаю, это надо спросить у наших участников. Девчонки, где они берут время. В семье, потому что... Помогают? Помогают все. Поддерживают и муж, и дети, и родители, и друзья, и все родственники. Все. И на работе все коллеги. И сама планируешь все на неделю, на две вперед. Все расписываешь. Если бы не пробки, еще больше бы успевали. А какой самый сложный этап был? Может быть, самый волнительный? Самый сложный, наверное, будет финал. Точно. Впереди нас ожидает. Слушайте, а как справляться с волнением? Есть какой-то секрет? Ну, я, например, себе не представляю. Это мы тут сидим, у нас уютная студия, все прекрасно и хорошо, и чаек он вкусный, с сахаром есть. А вот выйти вот так на сцену... Презентовать себя, подгаживать материал. Вы знаете, девочки, мы на самом деле очень дружны, все конкурсантки, и мы друг друга поддерживаем. Я думаю, что это огромный плюс, потому что если бы был бы негатив, волнение бы росло еще больше. Конечно, конечно. И когда у нас, да, какой-то этап, мы так все друг друга поддерживаем, кто-то вспомнит какую-то психологическую фразу, кто-то какой-то прием. Все это озвучиваем, друг с другом делимся, и на самом деле это очень хорошо работает. Слушайте, на вас приятно смотреть, вы даже сидите друг с другом, и правда, как-то вот добром пышет от вас. А на самом деле мы даже помогаем друг другу, если что-то, кто-то что-то забыли, кто так выглядит, в чем лучше, мы даем каждому советы. А как же конкуренция? А как же туфли подсоединяем? По-моему, дружная анимосфера, потому что если будет негатив, невозможно будет работать. Спасибо нашим организаторам, они нас сплотили, вот мы все разные, организаторы разные, но мы настолько вот все едины сейчас, и друг друга питаем такой просто необыкновенной энергетикой, вот, и хотим эту энергетику передать всем, всем девочкам. Это приз. За что боремся? Тайна. Тайна? Тайна. То есть вы не знаете, что боремся? Ну классный будет, да, какой-то, то есть не просто? Сказали, что шикарный, это слово прям вот. Это вот надо у наших девочек. Это подкупающее слово. Ну что, вы нам расскажете? Немножко открою завесу. Ну, хотя бы чуть-чуть. Завесу тайны. На самом деле, конечно, самый главный приз, который девчонок ждет, это победа и то, что они могут представить наш город в Санкт-Петербурге. Они, конечно, борются за это. Вот, ну и, конечно, девчонок ждет очень много, море подарков всех. И, конечно, финалисток еще больше, да, будем так говорить. Вот, и различные наборы косметик, и различные виды. То есть такие приятные моменты ожидают всех участников, правильно? Всех, конечно, без исключения. Но, конечно, победители, они получат более интересные, более лучшие подарки. Это и посещение СПА, то есть и карты фитнес-клуба. То есть, ну, различные, различные. Есть за что побороться. Помимо победы просто, все-таки есть и такие простые вещи, которые ты сможешь посмотреть, подержать в руках. Померить. Померить. Это тоже, да. Слушайте, девочки, вот я знаю, что планируется провести конкурс не миссис, а мисс Великая Русь и мини-мисс. Когда? Это все мы планируем провести в начале июля уже. В мисс у нас входит категория незамужние девушки от 18 до 25 лет. И мини-мисс это детки. Детки от 6 до 17 лет. Ну, у них, конечно, будет градация по возрастам, потому что невозможно как бы судить 6-летнего и 17-летнего. Когда финал? Прости, Маша. Когда будет финал? 30-го числа. Мы вас всех приглашаем и будем рады вас видеть. То есть все, вот 30-го апреля уже несколько дней осталось. Девочки, мы вам желаем удачи. Вы прекрасные. Просто привнесли огромное количество счастья и красоты в нашу студию. Спасибо вам огромное, что вы сегодня проснулись вместе с нами, друзья. Ну, а это и другие интервью вы легко можете пересмотреть на сайте нашего телеканала Кубань24. Ни в коем случае не переключайтесь. Далее еще много всего интересного. Ну, а прямо сейчас у нас... Хорошее утро. А в нем шустрое утро. Да. Доброе утро, наши телезрители. Все-все-все просыпаемся и включаем программу... Шустрое утро! Сегодня вместе со мной вас будут бурить Тамила и Саша. Привет, ребята! Привет! Расскажите мне, расскажите о своих талантах. Какие у вас есть таланты? Может быть, кто-то поет, может быть, кто-то танцует, а может быть, кто-то играет на дудочке. Что вы умеете? Я хожу в художественную школу. То есть ты рисуешь? Да. Что любишь рисовать? Самое твое любимое? Природу. Природу? Лес? Ну, поляны. Так, Саш, а ты? Я умею делать трюки на самокате. Ты катаешься на самокате? Трюковом. Ничего себе! Ну что, ребята, о ваших талантах мы узнали, а теперь предлагаю посмотреть на наших шустрых талантов. Но сначала посмотрим интересные факты от Шустрика. Привет, ребята, меня зовут Шустрик, и сегодня я познакомлю вас с известным актером, политиком и предпринимателем Арнольдом Алоисом Шварценеггером. Родился Арнольд Шварценеггер 30 июля 1947 года в небольшой деревне Таль в Австрии. С малых лет Шварценеггер не на шутку увлекся спортом. Сначала он играл в футбол, а затем с головой ушел в бодибилдинг. В 1968 году Шварценеггер переезжает в США, где вскоре выигрывает самый престижный конкурс по бодибилдингу «Мистер Олимпия». Первая киносъемка в жизни Шварценеггера произошла, когда Арне было 23. Он быстро обучался актерскому мастерству, старался изменить акцент, а также сбросить вес, чтобы смотреться на экранах более естественно. Самыми знаменитыми фильмами Шварценеггера являются «Конан Варвар», «Хищник», «Четыре части Терминатора», а также «Вспомнить все». Занявшись политикой в 2003 году, Арнольд был избран губернатором штата Калифорния, но в кино сниматься он так и не перестал. Вот такая вот известная личность. А с вами был Шустрик. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Какой выбор? Тебе бы сказали, вот ты не поешь. То, что бы ты выбрал, что бы ты делал? Стремился петь. Стремился петь? А вот сказали бы, вот давай представим, что нет такого искусства, как пение. Что делать будешь? Придумывать пение. Ну что, готов спеть? Да. Как песня называется? Пой со мной. Молодец. Ну, я с тобой петь не смогу, поэтому оставляю полностью сцену для Кирилла Быкова с песней Пой со мной. Пой со мной. На пиано мог сердиться, а на фортеликовать Я на свет родился, чтобы петь и танцевать Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна и путь Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна и путь Что же самых верных позову-ка я друзей Вместе вдохновенно за мечтой пойдем своей Дальца океаны, крайно чертанной судьбой Чилимся без обмана, ты да я, да мы с тобой Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна и путь Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна и путь Субтитры сделал DimaTorzok Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна, и пусть Пой, когда душа летает, пой, когда на сердце грусть Пой, когда снега растает, страна, и пусть Я держу в руках этот диплом, диплом участника рубрики «Шустрые таланты» Кирилл, ты смотрел «Евровидите»? Нет. Не знаешь, да, такое? Это такой песенный конкурс европейский, в котором там 12 баллов дают. Сейчас смотри. This diploma goes to Кирилл Быков. Yes, winner. Так, Кирилл, это тебе. Спасибо. Ты умница, ты самый замечательный, талантливый певец. Если позволишь, можно я с тобой сфотографируюсь? Да. Ох, спасибо, Кирилл. Дорогие телезрители, «Шустрое утро» заканчивается, но не нужно расстраиваться, ведь впереди вас ждет «Шустрый день», который будет полон приятных впечатлений и потрясающих моментов. Ну, а если вы заскучаете, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш Инстаграм. С вами сегодня были Тамила и Саша, а все вместе «Шустрое утро». До встречи, ребята. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!